В региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция, на которой были озвучены нововведения, вступившие в силу в 2015 году. Они коснулись в первую очередь изменений в пенсионном обеспечении граждан по старости и расчета пенсионных баллов, заработанных в течение года. Начнем с того, что у нас с 1 января 2015 года вводится понятие двух пенсий. Это страховая пенсия и накопительная. То есть раньше мы говорили о трех составляющих. Базовая составляющая, страховая и накопительная. Сегодня мы просто говорим, что есть страховая пенсия, есть накопительная пенсия и к страховой пенсии добавляются фиксированные выплаты. То есть вот эти понятия, они как бы трансформировались в обособленные выплаты, которые связаны с пенсионным обеспечением. Вот для того, чтобы посчитать количество баллов, заработанных гражданином за год, надо сумму взносов, начисленных работодателем в течение календарного года, поделить на сумму взносов, которые могут быть начислены с предельной суммы заработка. Вот на сегодняшний день, с 1 января 2015 года, предельная сумма заработка установлена в 711 тысяч рублей. Продолжительность официального страхового стажа, то есть чем больше работает гражданин, тем, соответственно, он зарабатывает большее количество баллов. Это официальное трудоустройство и работа с официальной заработной платой. То есть мы должны уйти от серых выплат. Поэтому размер официальной заработной платы, он тоже существенно влияет на пенсионное обеспечение. Чем выше заработок, тем больше страхового взноса, тем больше, соответственно, и количество баллов, которые заработает гражданин. Теперь узнать размер своей будущей пенсии можно, не выходя из дома. Благодаря сайту pfrf.ru на базе портала Госуслуг можно легко и быстро рассчитать примерную сумму выплат, положенных вам в старости, узнать количество баллов, заработанных за период вашей деятельности и получить ответы на все интересующие вопросы. На официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации введем в эксплуатацию новый сервис, личный кабинет застрахованного лица. И основной задачей этого сервиса является повышение пенсионной грамотности граждан, это во-первых. А во-вторых, и что наиболее важно, это предоставление информации о сформированных пенсионных правах. О том, чтобы такие понятия, как пенсионные баллы и стаж, были для людей не абстрактными понятиями, а чтобы они уже могли моделировать свой трудовой и жизненный путь. И самое главное знать о том, сколько уже пенсионных прав они приобрели. И самое главное узнавать это в режиме онлайн. Как вы видите, здесь есть несколько немаловажных вкладок. И самое главное среди них, принципиально важное, это получить информацию о сформированных пенсионных правах. Вот, соответственно, я открываю эту вкладку. И здесь видно, что мой страховой стаж составляет 5 лет 9 месяцев 9 дней. Количество приобретенных мной пенсионных баллов, в которых оценен каждый год моей трудовой деятельности, это 15,4 балла. То есть получается, что примерно половину до минимального права на получение пенсии я приобрел. Ну и для того, чтобы более подробно ознакомиться с этим кабинетом, все-таки я хотел бы порекомендовать еще раз зайти вот во вкладочку, в информацию, общее сведение о порядке формирования пенсии в системе обязательно пенсионного страхования. Так что, дорогие рязанцы, пользуйтесь на здоровье благами современной цивилизации. Ведь ваши отзывы и предложения помогут улучшить качество обслуживания граждан и, соответственно, вас самих.